Мне нравится создавать что-то новое и запускать это. У меня нет ничего практически, кроме этой компании, да, там пара туфель, сумок. Я вообще не вижу никаких причин, почему мы не можем оказаться на IPO через 3-4-5 лет. Я поняла, что вот вообще не могу тратить время на что-то, что мне неинтересно, взять и что-то поменять достаточно масштабно в рамках индустрии. Я работала всю жизнь, и я не понимаю, как можно не работать, потому что это безумно интересно. Их единственным ресурсом, ценным в современном мире, я считаю репутацию. И эту репутацию мы ни разу не запятнали. Я выбрала бизнес. Наверное, не самый надежный путь. Я не знала, что это будет так сложно. В тот момент, когда базовые потребности закрылись, я начала думать, а что я такое привношу миру сейчас. И про себя подумала, а потом я найду нормальную работу. Это игра, в которую суперинтересно играть, и нужно, чтобы ты проходила на новые уровни, и чтобы тебе было по-прежнему интересно. Нужно понимать, что это не простой путь. Если бы это было ради денег, я бы уже давно не смогла. Привет, меня зовут Юль Варшавская, я главный редактор Forbes Woman. Много лет подряд героинями Forbes Woman были очень взрослые женщины, руководительницы крупных компаний. Но бизнес молодеет, и вместе с ним молодеют и женщины, которые руководят этим бизнесом. Я очень хочу поговорить с молодыми предпринимательницами, которые начали свои проекты, когда им было всего лишь 20 с небольшим. А сейчас они уже руководят большими стартапами. Кто они? Как они зарабатывают свои деньги? Где находят инвестиции? С какими стереотипами они сталкиваются? А главное, какой пример они могут дать нашим молодым зрительницам YouTube Forbes Woman? Александра Герасимова, 29 лет, основала проект FitMost, единое абонемент в 2016 году. Работала в ветеринарном стартапе PetDoctor, затем создала революционную для российской индустрии компанию, которая объединила разные фитнес-студии в одной онлайн-платформе и дала клиентам возможность посещать их по единому абонементу. Победитель премии «Прорыв года-2021» в номинации «Молодой предприниматель года». Участница шорт-листа Forbes Woman Mercury Awards в номинации «Лучшие бизнес-решения-2020». Я прочитала, что ты первый раз захотела сделать собственный проект, когда тебе было 18 лет. Ты можешь мне объяснить, как вообще человек 18 лет хочет стать предпринимателем? Как ты такая выросла? На самом деле, если говорить про создание бизнеса, то это практически с детства. Не знаю, почему. Не могу найти здесь какое-то такое достойное объяснение, потому что у меня не было ролевых моделей, у меня родители вообще не занимаются бизнесом. И мне кажется, немножко мечтаю, чтобы я им тоже не занималась. Почему? Ну, наверное, знаешь, было бы спокойнее, если бы я была в какой-то большой компании. У меня был не самый простой переходный период, и мне очень помогло из него выбраться. Когда я начала путешествовать, мы останавливались в отелях, и я поняла, что, вау, иметь свой отель – это так классно, потому что вроде бы это бизнес, но мне тогда казалось, что именно отель – это крутой бизнес, потому что ты должен уметь и гостиницы, и рестораны внутри, и казино. Ну, а потом, когда я стала, уже училась, я из Минска приехала в Москву, и уже здесь училась, просто пришла идея благотворительного аукциона встреч, и я решила, почему нет, когда пробовать, если не сейчас. Мне было 18, мы запустили, то есть я нашла фрилансеров, которые разрабатывали сайт. Я тогда, конечно, поняла для себя, наверное, таких два основных вывода. Первое – то, что мне очень важно, чтобы… Я считаю, что это классный проект, но я им не могу так вот гореть. А второе – то, что поняла, что, вау, стартапы – это прям моя история, IT – это моя история, и я хочу заниматься этим, и хочу развиваться именно в этом направлении. Мне нравится создавать что-то новое и запускать это. Но ты же училась в Плешке, правильно? А если я правильно понимаю, сам вуз на тебя как-то очень повлиял, то есть это какая-то важная веха в твоей жизни, откуда все и сформировалось? В целом, скорее, жизнь в Москве, и вот в то время тогда появлялись первые стартапы, вот они оказали там влияние. И опять же то, что я там начала очень активно много работать, смотрела, как работают разные сферы, то есть повлияла точно самостоятельная жизнь. Когда ты в 17 лет уезжаешь, начинаешь жить в другой стране сам с собой, то как-то это, наверное, располагает к тому, что ты широко смотришь на мир. Марина Росс, 35 лет, основала бренд нано-косметики для одежды и обуви High Drop в 2013 году. Получила степень MBA в школе управления Сколково, основатель и автор газеты Сколково Times. Незадолго до пандемии запустила производство тканевых масок и вскоре заработала 55 миллионов рублей за месяц продаж, что привело к 12-ти кратному росту выручки компании. Когда мы ждали тебя здесь перед твоим приходом, я увидела номер Forbes Woman, номер Forbes Woman мартовский, и там, на удивление, нашли тебя просто поразительные. Я подумала, что хороший для тебя первый вопрос будет, а вот когда ты на рынке в юности рекламировала маргарин «Пышка», думала ли ты, что ты окажешься на страницах журнала Forbes и вообще станешь одной из главных героиней молодого российского бизнеса? Ух, какой вопрос! Я думала, как бы не замерзнуть, я стояла в этом огромном костюме, изображала из себя пышку, думала, как бы не сгореть со стыдом и не замерзнуть одновременно. Поэтому, нет, даже представить не могла, таких амбиций никогда не было. Ну, то есть вот эта история с предпринимательским духом «Я всех порву» и вот это все, это было тебе в те годы не свойственно. Кстати, сколько тебе было лет тогда? 15 лет. 15 лет. Да, моя первая работа 15 лет. Пошла работать, потому что нужны были деньги у меня, семья обычная, и там, чтобы заработать себе на телефон, это именно надо было заработать себе на телефон. То есть я не могла подойти к маме, к папе или сказать, дорогие мои родители, купите мне, пожалуйста, что-нибудь. У меня не было такой возможности. Работать это была необходимость. Но после этого я работала всю жизнь, и я не понимаю, как можно не работать, потому что это безумно интересно. Мария Бородецкая, 32 года. Основала культурную платформу синхронизации в 2015 году. Шесть лет работала в рекламном бизнесе. Затем вместе с Андреем Лобановым создала «Лекторий», который из камерного проекта для своих стал лидером рынка образовательных лекций с выручкой 100 миллионов в год. Цель проекта доступна и интересно рассказывать об искусстве, истории, философии и психологии. Раз, что ты занимаешься образованием, я хотела начать наш разговор с того, чтобы узнать, а, собственно, какое образование получила ты. Я знаю, что ты из Тамбова. Расскажи, как начинался твой путь в образовании. Есть такой момент, который я пытаюсь прорабатывать, но уже, мне кажется, с этим справилась, что я немножко стыдилась своего образования. И когда я пришла в предпринимательство, например, шагала в стартапы, и меня стали окружать какие-то очень классные люди, которые отучились там в Лондоне и что-то такое сделали. Я думала, боже, а что же я такая за мухрышка? А потом я подумала, что это наоборот классно, ну, что да, как бы я, не знаю, из простой семьи, из небольшого города. Я закончила маркетинг в Москве, в МСИ, Московском государственном университете экономики и стильской информатики. Вот, и у меня что-то получилось, значит, что и там многих других тоже может получиться. Тебе сложно было, когда ты переехала в Москву? Когда я сейчас вспоминаю какие-то моменты, я не знаю, там, у меня было пять тысяч рублей в месяц, и я помню, что я училась в университете, если были долгие пары какие-то, я заканчивала, там, не знаю, в четыре, в пять, мне нужно было очень-очень долго, там, еще два часа добираться до дома, и я прибегала в квартиру, там, открывала холодильник, и в морозилке была замороженная докторская колбаса, которую папа раз в две недели привозил мне в багажнике из Тамбова. Я, понятно, очень рано начала работать на супербольшом количестве, очень странных работ, там, чтобы как-то себя обеспечивать, но мне вообще не было это все тяжело. В тот момент, не знаю, это все весело, как-то было классно, были друзья, студенчество, не знаю, это точно не было. Я не страдала в этот момент, это было нормально абсолютно. А вот эта история про желание работать, она у тебя была всегда? Работа для меня тоже была всегда очень важна, потому что у меня у папы была такая философия «не нужно экономить, нужно больше зарабатывать», который он удерживался, я ее восприняла. Я помню, что я нашла первые деньги зарабатывать на втором курсе, в школе я, как бы, еще этого не делала, и это было суперприятно, что я, как бы, вот сама смогла, это только мое, я могу делать с ним, что я хочу, мне не нужно никого просить. Точно, совершенно всегда было и есть такое чувство желания очень сильной независимости. Мне хотелось бы, чтобы меня кто-то обеспечивал. Большинство девочек воспитывают в идее, что нужно найти себе мужа, карьеру строить необязательно, у нас вообще нет культуры вот этого предпринимательства для женщин. Как воспитывали в этом смысле вас, и видите ли вы какое-то изменение вот в нашем уже поколении по сравнению с нашими родителями? Мне хочется сказать, как меня воспитывают сейчас. Я вот до сих пор приезжаю в Тамбов, и, ну, там, не знаю, у меня нет каких-то проблем с моей мамой, там, с моим близким кругом семьи, но когда собирается там на даче, не знаю, вот, широкий круг семьи, всем интересно, кто мой муж, что он делает. Я такая, ну, при меня пишут в Forbes, вы спросите, у меня можно, я вам тоже расскажу. И такие, Саша, ты, наверное, так устаешь. Саша, ты, я тоже устаю. Меня воспитывала мама одна, у меня родители достаточно рано развелись, мне было 5 лет тогда, и мне пришлось рано повзрослеть очень сильно. И из Москвы и прекрасного детства мы переехали на Кавказ, и началась перестройка, и, в общем, было все невесело, и маме было немножко не до меня. Я была очень предоставлена сама себе, очень независима в этом плане, но уже когда подросла, мама, и даже когда уже про меня тоже начал писать в Forbes, мама очень долго не понимала, чем я занимаюсь. Ей это казалось очень опасным, нестабильным, она очень переживала за мое будущее, и все время мне говорила, что, ну, у тебя же есть друзья в правительстве Москвы, ну, у тебя же одна курсница, вон, замминистра, пожалуйста, ну, пойди, найди себе нормальную работу. И вот, наверное, только вот последний год мама немножко расслабилась и выдохнула, и как бы снизила свой прессинг в этом плане. Так что это было не благодаря, а скорее, наверное, вопреки. Саша, как было у тебя? Ну, у меня, на самом деле, в этом плане сама семья тоже, наверное, такая не классическая. У меня мама достаточно такая тоже амбициозная, она работала редактором отдела в экономическом издании крупнейшем в Минске. То есть она прямо очень активная, всегда несколько работ, и поэтому меня, ну, я на самом деле, вот сейчас пыталась вспомнить, я ни разу не помню, чтобы мне вот кто-то сказал, что там тебе нужно выйти замуж. Но в то же самое время, вот как я тебе говорила тоже на интервью, что, конечно, есть ощущение, что если бы я работала в какой-то вот компании стабильной, удовлетворенность моей жизни у родителей была бы больше. то есть, например, даже я вспомнила недавно, вот как раз, когда вышла тоже статья в Forbes, мама написала, говорит, вот у меня там знакомая, она руководитель чего-то там в крупной компании в Москве, и вот она сказала, что очень гордится тобой. И я как бы думаю, ну, как бы спасибо, конечно. То есть для нее похвала вот какого-то топ-менеджера компании была важна, важнее, чем вот просто мой результат, как факт, результат моего бизнеса. Она очень редко меня спрашивает про то, что происходит в бизнесе, то есть мы про это практически не говорим. Я понимаю, что вот моя мама считала бы, что я по-настоящему успешна, если бы у меня была возможность вообще не работать, и был бы классный муж. Если ты работаешь, то ты скорее бедненькая. Вы знаете, я очень много про это думала, потому что я, например, смотрела на своих бабушек, у которых абсолютный был культ их работы, ну, вот таких женщин, которые прошли войну. При этом следующее поколение наших родителей, молодость которых пришлась на 90-е, у них, кажется, есть какое-то чрезвычайное ощущение небезопасности пространства, из-за которого они пытаются нам создать зону безопасности за счет каких-то очень странных вещей, типа мужа или компании, которые нам страховку выплатят? Я думаю, во-первых, естественно, в больших городах и провинции немножко разная скорость изменений. Потихонечку изменения есть, но по-прежнему остается культ красоты, культ продажи своей красоты с приходом Инстаграма, появление OnlyFans и всего остального. это просто возводится, я не знаю, в какой-то апофигей и апофеоз, потому что девочки считают, что можно уже в школе накачивать губы и, собственно, сексуально есть на камеру, получать за это деньги. И сейчас, если недоступно выйти замуж удачно, то можно себя хорошо продать в интернете. Интересно, насколько это повсеместно, если брать какую-то статистику, потому что у меня есть еще какое-то сейчас другое тоже представление. Мне вот все говорят, что, ой, да невозможно, не знаю, это поколение Z нанимать этих молодых ребят, они все там вообще воздушные и так далее. Может быть, я не знаю, ко мне какие-то другие люди на собеседование приходят или что происходит. У меня сейчас перед глазами такое количество девушек, которые работают, например, в синхронизации, в собеседовании, которые, не знаю, 22, 21, 23, ну, молоденькие совсем. И я, ну, как бы, я думаю постоянно, боже мой, где мне еще поучиться, что мне еще посмотреть, чтобы им было со мной интересно. Потому что, ну, они крутые, они классные, они сами там поступили в хорошие университеты, пришли рано на работу, они быстро учатся, с этим справляются. Я вот пытаюсь вспомнить себя в 21, 22. Я строила карьеру в компании, ну, например, что можно быть предпринимателем, еще что-то. Я вообще, я даже не знала, что так бывает. Сколько тебе было лет, когда ты придумала фитмоз? 23. А что предшествовало тому, что девушка в 23 года не просто придумывает свой бизнес-проект, но и находит на него инвестиции? Получилось, что я работала в IT-компании, я тогда уже была руководителем проекта и смотрела, как как раз меняются все индустрии, вот просто одна за другой. Там появилась Uber, появилась доставка еды из ресторанов, появились онлайн-консультации с врачами. И в то же самое время я начала заниматься спортом, у меня заканчивался абонемент в фитнес-клуб, и меня уже начал атаковать менеджер по продажам моего фитнес-клуба. Я захотела посмотреть еще один, зашла на сайт, нет цен, поняла, что на год абонемент я тоже не хочу, а на меньше срок не дают. и мне просто меня осенило, что у меня столько барьеров. Мало того, что нужно заставить себя прийти на тренировку, я не хочу общаться по телефону с менеджером, а хочу иметь возможность просто зайти на сайт и купить абонемент. Вот этот вопрос с ценой тоже, мне всегда было непонятно, как вот с ценообразованием, ту стоимость, которую мне называют, это много, это мало, это относительно вот кого, и как вообще это измеряется. И поэтому мне стало понятно, что это не модель 21 века. Если ставить задачу, как вовлечь людей в спорт, должно быть какое-то простое, понятное решение, и с ней нужно вот эти вот барьеры, которые сейчас выстроены, снимать. Ты помнишь первый раз, когда ты кому-то рассказала про эту идею, кто это был и как человек отреагировал? Вот мы стали обсуждать с моими уже потенциальными, тогда еще это были потенциальные партнеры, у меня два партнера, Денис и Денис. Очень удобно. Я шучу, что я не усложняю на начальном этапе, поэтому что все должно быть максимально просто. На самом деле, я считаю, что мне очень повезло с партнерами, потому что мы очень разные, у нас разные компетенции, и мы занимаемся, у нас разные характеры, и благодаря этому у нас классно получается компенсировать и закрывать, наверное, те слабые места, которые тоже есть у каждого. Я читала, что первые инвестиции у вас были свои личные. Как ты на это решилась, и что ты, какие внутренние процессы у тебя происходили в тот момент? Знаешь, я просто, во-первых, понимала, что, ну, когда на это решаться, если не сейчас, да, там, можно сделать, внести взнос на ипотеку, и в целом, почему-то многих часто удивляет, что откуда были свои деньги, ну, потому что, по сути, там, я копила, зарабатывала, я не тратила особо, там, куда-то деньги на какие-то, какие-то дорогие покупки, у меня нет ничего практически, кроме этой компании, там, пару туфель, сумок, как я все время так говорю, но при этом, да, у меня могла бы быть потенциально где-то квартира, но я для себя поняла, что, там, я верю в эту идею, у меня не было никакого сомнения, что это должно работать, и, как бы, у меня при этом не было никаких обязательств, семьи, которые, там, я должна была бы обеспечить, там, жильем, или еще чем-то, поэтому, я просто показала, что это лучшее время рискнуть, и лучше точно уже, там, вряд ли будет. Сегодня мы находимся в ЦУМе, одном из главных модных универмагов мира, и сегодня стилисты ЦУМа помогут мне подобрать, идеальный бизнес-образ для молодой предпринимательства. Юлия, добрый день. Илона, здравствуйте. Надеюсь, вы сегодня мне поможете с такой проблемой. у молодых руководительниц, у героинь Форксума, часто возникает вопрос, как подобрать такой образ, чтобы, с одной стороны, выглядеть авторитетно, а с другой стороны, выглядеть молодым руководителем, оставаться в трендах. И я надеюсь, что вы сегодня поможете мне подобрать такие образы, и для меня, и для наших зрительниц, которые можно надеть и на бизнес-эвент, и на вечерние мероприятия, и на бизнес-встречи. Конечно, мы сейчас все с вами подберем. Ура, спасибо. Такое понятие, как Power Suite, которое пришло нам из мужского гардероба. Сейчас такой костюм должен быть в гардеробе каждой бизнес-встречи. В цюме мы можем найти костюмы более классических брендов, таких, как Ральф Лорен, Китон, Бурнелла Коченель, и более модных, такие, как Селин, Боттега и Сан-Лоран. Один из наших классических образов. Очень красивый. Да, это костюм бренда Ральф Лорен, двубортный жакет, укороченные брюки. Обратите внимание, насколько красиво сочетается вроде такой базовый цвет с яркими акцентами, такие, как туфли-лодочки на небольшом каблуке и сумка Селин в ярком бордовом цвете. Неожиданный акцент. Да, также обратите внимание, пожалуйста, на украшение ювелирного бренда Меркури. Это кулон из розового золота с бриллиантами, который является такой неактивной, но красивой деталью данного образа. Очень элегантный. Позвольте, покажу вам следующий образ. Какой цвет? Это костюм бренда Бурнелла Коченель. Летний, красивый, голубой оттенок. Вам будет комфортно летом, в офисе, даже в жаркую погоду, потому что этот костюм выполнен с тонкой шерсти. Также обратите внимание, пожалуйста, на этот сумка Сесе. Это эксклюзивная модель бренда Лора Пьяна. Она появилась у нас в этом году. Сочетание комфорта, роскоши и удобства. Кажется, еще вместительность очень важная для деловой женщины. 100% туда поместится и документы, и ноутбук, и айпад. И также хочу вам предложить вариант. Такой секрет для каждой девушки. Сюрприз. Как? Что сумка я представлена еще в маленьком размере. И вы можете после тяжелого дня оставить все необходимые документы, ноутбук, и уже взять маленькую сумку и пойти на встречу с подругами или на ужин. В этом году наш фэшн-бренд такие как Джилл Сандер, Ла Эвэ, Боттега также сделали деловой костюм. Но он немножко другой. Он немножко отличается, он более модный. Да, я вижу. Обратите внимание на классический костюм бренда Боттега Венита. Он выполнен в очень красивом необычном цвете, который создан специально для данного бренда. Это тонкая шерсть, что и вам будет достаточно комфортно в летний период. Также мы обыграли аксессуарами это бежевая сумка, кожаная сумка Боттега и босоножки Боттега, которые выполнены такой интересной деталью это Светочка. Очень смело. И также, пожалуйста, обратите внимание на жемчужную нить. Я не могу, или еще. Эта марка лидает безумно красиво. Какая красота. Это такая дань даже прошлому, когда были очень популярные украшения жемчуга. Вы можете ее обвязать в один слой, в два. Это будет безумно красиво и будет такой деталью. Ну, жемчуг же всегда был символом власти и Маргаретейшн. Да, Юль, позвольте вам предложить альтернативу деловому костюму это тоже образ из фэшн-коллекции Боттега Венита. Прям, пожалуйста, потрогайте. А что это за ткань? Это букле. Она создана специально для бренда Боттега. Обратите внимание, что это платье и сверху жикет с таким округлым вырезом, что придает образу такую романтичность и легкость. Также обыграны аксессуарами бренда Боттега это бордовая сумка, которая достаточно вместительная, удобная, и саба в лаковой коже, что является очень модной деталью данного образа. Это вообще деталь, которая сразу меняет. И они очень удобные и комфортные. Очень красиво, спасибо. Это прямо такая альтернатива, которая нужна. Илона, спасибо огромное. Вы помогли мне подобрать сразу несколько деловых образов, но я знаю, что исторически для мужчин символом власти были часы. Да. Символы власти и авторитета. Как это происходит у женщин? Как подобрать себе идеальный аксессуар для любого делового лука? Может быть, вы мне сможете помочь? Конечно. Пойдемте, я провожу вас. Юль, как мы уже с тобой говорили, что любой образ и более классический, и более модный для уверенности в себе нужно обыграть красивыми аксессуарами. Пожалуйста, обратите внимание на часы ювелирные часовые бренды Шапар. Это коллекция Happy Sport. Обрати внимание. Какая красота. Отличительная черта это плавающие бриллианты. Это часы в сочетании стали с золотом, с бриллиантовой окантовкой по Безлу. Позволь, пожалуйста, я одену их тебе. Даже как-то волнительно. Я сразу буду очень авторитетной. Они красиво сочетаются и с деловым образом. Также ты можешь у детей более там, если это какая-то вечеринка или мероприятие, смотри, пожалуйста. Боже, это очень красиво. Это универсальная модель, которая, видишь, очень гармонично смотрится под твой сегодняшний лук. Также, обратите внимание, это более изысканная, роскошная модель, выполненная из 18-каратного золота, также с бриллиантовой окантовкой по безлу и внутри наши отличительные детали в плавающей бриллиантах. Да, это очень красиво. Но я вижу, здесь есть такая более строгая модель. Да, это более классическая модель. Давай я сниму тебя. Это более классическая модель, розовое золото в сочетании с кожей аллигатора, в чем и синим тенем. Разволь, пожалуйста. Очень красиво. Какой-нибудь такой глубокий цвет, но это вообще пик элегантности. Мне кажется, это финальная деталь моего идеального бизнес-образа. Спасибо огромное, Илона. Теперь я буду чувствовать себя очень уверенно на любой бизнес-встрече. Спасибо тебе. Ты очень трогательно рассказываешь о том, какое у тебя было детство. Насколько это было для тебя стимулом? Да, вот то, что вы жили в очень стесненных обстоятельствах. Когда-то я дала себе зароб, что я не хочу, чтобы ни моя мама, ни я, ни мои дети, ни моя семья оказалась снова в таких обстоятельствах, поэтому делать все, чтобы это не произошло. Но этого можно было добиваться разными способами, и я выбрала бизнес. Наверное, не самый надежный путь, так скажем, чтобы обеспечить финансовую состоятельность своей семье. Но ты рискнула. А я рискнула. Мне кажется, что мы живем в стране, где, к сожалению, нет идеи для девочек, маленьких, для подростков, что они могут стать большими предпринимателями, открыть свой бизнес. И это связано с большим количеством стереотипов и страхов. Вот что помогло тебе и что пушило тебя? Первое, то, что я не знала, что будет такое давление. Слабоумие, отвага. Абсолютно точно. Я не знала, что это будет так сложно. Я не могла себе это представить. И потом уже на MBA в Сколково я узнала, что у больше половины предпринимателей именно причина, почему они становятся предпринимателями, именно то, что они недооценивают риски и недооценивают всю сложность построения бизнеса. А второе, что мне помогло, это как раз-таки MBA в Сколково. 2008 год, кризис в рекламной сфере, в которой я тогда работала, он ощущался очень сильно. и я посидела месяц без работы, два месяца без работы, три месяца без работы. И я такая думаю, надо что-то делать, что же делать. И здесь увидела объявление о том, что идет набор в Школу предпринимательства. Это был тоже риск, на самом деле. Абсолютно. Риск, это был первый набор. Собственно, вот в это время кризиса ко мне пришло такое озарение, что надо мне, наверное, себя как-то немножко прокачать, поучиться. Начала поступать. Большими буквами, большими цифрами было написано, сколько стоит обучение. Я в упор не видела этих цифр, пока не поступила. 60 тысяч евро. О, вау! 60 тысяч евро, ну, это как... Это как самолет. Как обучение в Гарварде. Ну, и я, конечно, такими суммами не обладала. Единственное, что смогли сделать основатели школы, это... Не основатели, а деканы школы тогда, Вилфред Фанхонекер, он сказал, что я могу сделать тебе встречу с основателем, и ты попросишь кредит. Мне устроили встречу с Александром Абрамовым, главой Евраза. Я говорю, хочу учиться в вашей школе очень сильно. Дайте мне, пожалуйста, займы, что-то за тысячи евро. Он говорит, как будешь отдавать? Я говорю, ну, как, я бизнес свой сделаю. А ты знала, какой ты хочешь бизнес? То есть нет. Я до этого работала в рекламе, я говорю, сделаю пиар-агентство. Он говорит, какое пиар-агентство? Я говорю, ну, какое, ну, экологичное. Грим-пиар, это вообще большой тренд, это было почти 10 лет назад. Он говорит, какой тренд? Так. Какое экологичное пиар-агентство? Он говорит, так, ладно, кредит я тебе дам, но если ты пообещаешь, что ты поводишь, на нормальную работу. Я говорю, ну, мы с вами обсудим, что такое нормальная работа. Он говорит, ну, хорошо. Вот. И он дал мне кредит с отсрочкой, там, больше, чем на полтора года и под минимальный процент. И после этой программы мое мировоззрение расширилось. Мы учились 16 месяцев, мы 3 года, ой, 3 года, 3 месяца жили в Китае, 3 месяца жили в Америке, учились в MIT. И когда мы проходили практику в разных компаниях разного размера, и когда я увидела, как это делается в разных странах, что это делают разные люди, что это вообще возможно. У нас о стартапах тогда вообще еще никто слыхом не слыхивал. Это все такое было очень нарождающееся течение. И сразу на следующий день после получения диплома MBA я уехала в Америку. жить, строить бизнес и так далее. Расскажи, что это было за проект? Только не смейся. Я его. Помнишь ли ты аппликаторы Кузнецова? Колючие коврики, на которых надо было лежать, стоять, сидеть. Я тогда вместе со своими коллегами придумала легенду, что вообще правильно заниматься йогой именно на таких ковриках. Мы сделали дизайн этих ковриков побольше размера, не вот таких вот маленьких, как у нас в аптеке продается, а больших. И не с железными иголками, а с пластиковыми иголками. И мы разработали вместе с массажистами, терапевтами мануальными серию упражнений, которые надо было специально делать на этих ковриках. Вот, собственно, у нас такая была идея. Мы начали продаваться в йога-студиях, в русских аптеках, начали давать мастер-классы. Мы были даже в медицинской команде айронмена. Вот такой вот классный бизнес, который потом еще просуществовал несколько лет после того, как я уехала в Москву. Марина, я хочу, конечно, уже спросить про тот этап, который у тебя начался в Москве и который предшествовал появлению хайдроп, но я так понимаю, что событие, которое этому предшествовало, на самом деле, случилось еще в Америке. Твое знакомство с Андреем. Да, совершенно так. Я жила в Америке. Туда приехал Андрей вместе с группой из МГУ на стажировку. Я им показывала город, Бостон прекрасный. Мы каким-то образом приехали на океан. И тут стоит группа, значит, мужчин, ученых из МГУ и я. И я говорю, ребята, давайте купаться в океане. И, в общем, никто не вызвался, кроме Андрея. Я поняла, что вот с этим человеком у нас, возможно, найдется общий язык. Так, а в каком смысле у вас нашелся общий язык? Какую роль играет Андрей в компании? Одну из самых ключевых. Ну, мы с ним вдвоем эту компанию учредили. Мы являемся вот такой вот парой основателей нашей компании. Он является техническим директором, я генеральным директором. Всю жизнь свою я мечтала заниматься вот чем-то таким, не просто предпринимательством, а технологическим предпринимательством. Я просто хотела какие-то необычные новые технологии внедрять в жизнь. Каким образом, я не знала. И тут, и когда я увидела Андрея, и когда он мне рассказывал о том, чем он занимается, я поняла, что, боже мой, да это же вот оно. Он рассказывал о том, что занимается супергидрофобными нано-покрытиями для различных поверхностей. И я говорю, ну для каких? Он говорит, ну там, пластик. Или еще что-то. Я говорю, ну как бы, и так вот, в принципе, не пачкается, не смачивается. Я говорю, а можно ли это как-то применить на что-то такое более прикольное? Например, одежду. Вот хочу я одежду, чтобы она не пачкалась. В Москве у нас слякотно, грязно. Он говорит, ну, особо так никто не делал, и особо такого прям реального какого-то продукта для этого нет, но можно попробовать. Вот у нас появился первый прототип. Когда он появился, когда мы, как настоящие стартаперы, встретились в Старбаксе, он обработал этим покрытием галстук, и мы взяли какой-то смузи, и мы, когда полили этот смузи на галстук, и оно все стекло, я говорю, все, делаем компанию. Вот в этот момент произошел щелчок. А инвесторы? Как вообще, откуда у вас были первые деньги на ваш бизнес? Первые деньги мы тратили свои. Вот, на прототип и так далее. Ничего удовлетворяющего нашим требованиям не было на рынке, поэтому пришлось разрабатывать все самим. И полгода мы жили на свои, потом поняли, что для хотя бы выпуска какой-то первой пробной партии нам нужно уже 10 миллионов рублей. Вот. Сколков опять-таки помогло. Там мы нашли первых наших двух инвесторов. Мы очень благодарны, потому что без этих денег, наверное, мы бы ничего не сделали. Я хочу вас спросить, как вы вообще относитесь к разделению на женский и мужской бизнес? Насколько вам вообще близка вот такая повестка? Ну, не близка, конечно. Я не знаю, какой от нас троих можно получить какой-то другой ответ. Я думаю, что это... Ну, это странно. Все могут выбирать все, что хотят. Кажется, что мне может... Может тут возразить сейчас, сказать, что есть какая-то статистика, девочки не бывают математиками и что-то еще. И мне всегда вот очень интересно, где как бы корень, да? То есть, если мы посмотрим сейчас действительно там, не знаю, в науке, мы увидим, что мужчин больше. Но почему? Почему так? И есть ли какая-то причина в этом, когда мы маленькие, нам в детстве говорят, что математика не для девочек? Потому что есть все равно какие-то стереотипы, которые так, мне так говорили. Юль, вопрос в чем разделять? То есть, если мы говорим, например, про субсидии, я считаю, что надо девушкам делать специальные программы субсидирования женского предпринимательства. Вот в этом виде разделения я принимаю. Если мы просто говорим, что какой-то бизнес – это не женское дело, тогда, конечно, я буду очень против этого разделения, потому что действительно, я вот яры сторонник технологического предпринимательства и женского технологического предпринимательства. Я считаю, что девушкам есть место в технологиях, инновациях и в науке. Поддержу здесь Марину, потому что тоже кажется, что IT-предприниматель – это супернеженская история. Очень распространенный был такой взгляд. И мне кажется, что важно поддерживать, как раз продвигать и показывать, что в IT точно так же женщины приветствуются и могут выстраивать хороший успешный бизнес, но в то же самое время не разделять это на мужское и женское, а скорее способствовать интеграции женщин в отрасли. Ну, вы знаете, когда мы говорим про способствование и интеграцию, например, в странах, где введены квоты, в России такого нет, а в Европе, например, с 2012 года в той или иной форме существует это квотирование, говорят о том, что в тот момент, когда компании приходит запрос увеличить количество женщин в управлении или в совете директоров, выясняется, что просто нет такого количества женщин той степени квалификации, которая нужна для этой работы. Как вы думаете, с чем это связано? Не знаю, в синхронизации нет разделения на мальчиков и девочек, я смотрю на компетенции человека, ну, понятно совершенно. Когда говорят, что я понимаю, что я как руководитель буду должна нанять из-за квот менее квалифицированную женщину, чем мужчину, который подходит, и я думала, вот какие дурачки, нужно же смотреть на людей. А потом я пересмотрела, если честно, свою позицию в этом, потому что кажется, что много-много лет, столетия, были перегибы в другую сторону, и тебе, видимо, нужно, ну, как бы, чуть-чуть где-то поступиться какими-то принципами и какой-то сделать еще короткий период перегибов. Мне кажется, что просто вот они сейчас подрастают, вот эти девочки, которые придут, например, взять нашу отрасль, но, конечно, девочек-разработчиков мало, хотя у нас даже такие работают, и я очень этим горжусь, и стараюсь тоже, когда вижу резюме девочки-разработчика, внимательно его изучить, и если есть возможность, то пригласить на собеседование. И во многом действительно, потому что раньше всегда было четкое разделение вот уже на этапе получения высшего образования, и, конечно, там технических специалистов поэтому гораздо меньше, но я уверена, что там сейчас уже вот эта доля там студентов в тех же технических вузах, студентов-девочек, она вот должна быть выше. Вот у нас все три героини, которые в этом выпуске, так получилось случайно. Приехали в Москву откуда-то. И, в общем, начинали с самого нуля. Никто никому не помогал, никого не было богатых родителей. Как ты думаешь, что вообще являетесь стимулом и какой-то точкой роста, и было ли так для тебя? Ну, мне кажется, что, конечно, является. При этом в моем окружении есть много примеров классных ребят из обеспеченных, там, интересных семей, но у тебя есть какая-то потребность масла и как бы тебе нужно двигаться первое время точно быстрее, чтобы закрыть какие-то базовые вещи. Потому что... Расскажи об этом периоде. Я начала работать рано. Сначала это были очень странные работы. Потом я пришла совершенно случайно на стажировку в видеоинтернешнл. С момента, как я пришла на стажировку, я, в общем-то, развивалась в рекламе, в спонсорстве, в таких, ну, как сказать, непрямых коммуникациях. У меня было очень хорошее, идеальное резюме. Там каждый год плюс-минус меня повышали. И был очень, ну, как бы, сказать, очень понятный трек. Там было два момента. Развиваться было суперинтересно. И там были какие-то постоянные новые задачи. И съемки. И это все очень прикольно и классно. И вообще, ну, там, креативная рекламная индустрия, она потрясающая. Ну, и тогда в ней было много денег, поэтому, вероятно, ты, как бы, на ноги встала тогда. Ну, как бы, не то, чтобы я зарабатывала какие-то, прямо, бешеные миллионы, но при этом все равно я могла уже, там, содержать себя, есть, куда-то отдыхать, покупать платья. И, в общем, какие-то базовые потребности были закрыты. И, ну, вот в тот момент, когда базовые потребности закрылись, я начала думать, а что я такое привношу миру сейчас. Я не понимала, что происходит. Мне всегда нравилось, и вдруг, ну, как вот, когда, не знаю, любовь уходит. В общем, какое-то было такое странное чувство потерянности. А потом случилась такая ситуация, что меня мужу предложили поехать на полгода и поработать в Сиднее. И это были первые полгода в моей жизни, когда я могла, ну, как-то вот подумать, что я хочу делать, более осознанно, там, не работать, потому что, ну, в общем, таких перерывов у меня никогда-никогда там со второго курса, не знаю, не было. И я думала, что сейчас я за полгода точно пойму, чем я хочу заниматься. И, конечно, этого не произошло. Мы вернулись в Москву, и я пошла учиться на инструктор по йоге. И мне казалось, что вот сейчас я как бы, ну, разберусь, там, что преподавать, открою что-то свое. В общем, было в какую-то в эту сторону движение у меня. Параллельно мы открывали с подружкой какое-то кафе в Краснодаре. Параллельно я ходила на собеседование в привычной мне среде и думала, что вот сейчас, если что, запасной вариант, я обязательно вернусь. И потом случилась безорканизация. Товарищ, тогда, раз мы подошли к вопросу синхронизации, расскажи, как она появилась в твоей жизни. Случайно. Случайность не случайно, да. У меня был и есть прекрасный друг Андрей, и мы с ним как-то очень сильно синхронизировались. У нас были одинаковые мотивы. Вот у меня была хорошая карьера в рекламе, у него была хорошая карьера в консалтинге, но нам всем не хватало смыслов, не хватало вот этого желания видеть какой-то конечный результат, хотелось уже что-то свое. И так получилось, что мы с ним одновременно уволились, и как раз пока я путешествовала и думала, он тоже путешествовал, но больше по музеям. И он понял, что он приходит в музей, но не очень разбирается вообще, что происходит, не понял, как разобраться, потому что читать какие-то сложные, исторические большие книги, он был не готов простым языком, быстро, нигде не рассказывали, и организовал первые события для себя и для нас, для своего ближайшего круга друзей, на которых классные искусствоведы, которых просто нашли через фейсбук, молодые ребята, которые очень таким простым языком, понятных, экзематичных рассказывали что-то. И я пришла на одно из таких событий, это была лекция «Почему это шедевр?» и я поняла, что есть какой-то такой фундаментальный огромный пласт нашей культуры, про который я вообще, если честно, ничего тогда не знала. Я подошла к Андрею и сказала, «Адри, мне очень нравится, что сейчас происходит, мне кажется, что можно попробовать из этого что-то интересное сделать». А я еще такая была уверенная в себе из рекламы, думаю, я сейчас здесь прострою все стратегии и все здорово будет. «Давай попробуем до декабря что-нибудь поделать». И про себя подумала, а потом я найду нормальную работу. Сейчас я чуть-чуть тебе помогу и потом уйду. Но по мере того, как мы начали вместе работать, я начала больше вовлекаться во все процессы. Появилось очень много классных новых людей, наших лекторов, с которыми я в обычной жизни никогда бы не познакомилась. Были наши слушатели, которые заряжали меня очень сильно. В общем, потом уже я поняла, что я не мыслю свою жизнь без этого, в общем, мне очень нравится. Это было не сразу, то есть на это ушло какое-то время. «Очнулась, а у тебя раз, а бизнес?» Ну, нет, не совсем так. Потом наступил, мне кажется, вот апрель или мая 16-го года, когда очнулся Андрей. Очнулся Андрей, пришел, сказал, что это все очень здорово, что мы здесь делаем. Психонизация в этот момент такой еще была одной камерной и большой историей. У него есть амбиции, цели, ему хочется очень большой бизнес, а это все-таки такое скорее хобби, поэтому он пошел. И он попрощался со мной и пошел делать другой свой проект. И для меня это было такое большое распутье, А для тебя это был кризисный момент? Ты переживала, что ты одна не сможешь это сделать? Нет, я страшно обрадовалась. Когда Дудь выпустил свой фильм про предпринимателей Кремниевой долины, и там были одни мужчины, и все знают этот прекрасный скандал, я полезла изучать девушек в Кремниевой долине. Мы сделали с ними большой выпуск. и все они рассказали, что гораздо сложнее даже там привлечь женщине инвестиции, проще привлечь инвестиции, если у тебя второй партнер мужчина и у вас 50-50. И проблема заключается в том, что в советах вот этих венчурных фондов, если уж это происходит в долине, я даже не знаю, что происходит в России, в советах этих венчурных фондов сидят, ну, они сказали белые цисгендерные мужчины, и типа дай бог один индус затерялся. У нас, я думаю, это разве что индийский штамм коронавируса там есть. А что происходит в этом смысле в России, насколько сложно вам привлекать инвестиции, и сталкивались ли вы правда с тем, что это советы, которые состоят из одних сплошных мужчин? Я пока ты говорила, пыталась вспомнить, было ли что-то, что-то такое, что на что пожаловаться. И, ну, кажется, что все равно все-таки в первую очередь смотрят на цифры, и там, если у тебя хороший бизнес, то все ок. Но один буквально прецедент был с довольно большим фондом на переговорах. Я была с партнером, ну, как я говорила, партнер не занимается бизнесом. Но ты ходишь на переговоры все равно с ним. Он не на всех переговорах, но на каких-то суперважных, да, со мной бывает. И там прямым текстом сказали какую-то, ну, было две вещи. Первая вещь была, что, ой, ну, вообще бы не было проблем, если бы в Андреи занимались тоже бизнесом, была такая фраза. А вторая фраза была, у меня спросили, что вот такие планы, тра-та-та, ну, как бы, а не выгоришь ли ты? Ну, в этот момент как-то, мне как-то стало немножко не по себе. Ну, и плюс еще статистически, не знаю, я ездила на потрясающую поездку недавно, Founders for Founders, там собралось 140 предпринимателей, и, ну, чисто технически 140 предпринимателей было там, не знаю, 20-15 девушек. У нас просто мало пока. Я стараюсь сейчас окружать себя как раз классными девчонками-предпринимательницами, и я сплошь и рядом слышу историю о том, что девушкам не дают. Мы привлекали последний раз инвестиции несколько лет назад, года 3-4 даже уже назад, и я сама сталкивалась. И вот в материале Forbes рассказывала эти примеры о том, что если мы немножко опоздали, то сидящие и ждущие нас инвесторы говорили, да это, наверное, потому что ты долго красилась. Женщин инвесторов пока еще очень-очень мало, и всегда ты, вот 9 мужчин в комнате, и ты одна сидишь, и я тут бизнес делаю. И отношения у мужчин совершенно другое. Они ведут риски в том, что мы можем родить детей. Ну, ты же будешь рожать. Вот. И что? Ну, как бы, буду, наверное, когда-нибудь, да? это риск. Все, бросишь бизнесом заниматься. Вы им сразу давайте статистику о том, что женщины, у которых есть дети, являются в несколько раз более эффективными сотрудниками, чем женщины, у которых нет детей, извините, статистика, потому что тот уровень тайм-менеджмента, который ты постигаешь, когда тебе нужно руководить чем-то, и еще не потерять ребенка на улице, это тот уровень тайм-менеджмента, который даже не снился вообще ни одному мужчине. Мы сейчас привлекаем тоже инвестиции. У меня недавно был такой, как это называется, инвесткомитет, где была я и, кажется, 12 мужчин. То есть, надо понимать, что на той стороне женщин тоже нет, и чаще всего принимают решения исключительно мужчины. В то же самое время, мне кажется, может быть, я тут тоже просто стала взрослее и увереннее в себе, но мне кажется, что сейчас гораздо проще, чем там еще там в 17-18 годах, когда действительно веки точно. Тогда действительно было прям ты был такой белый ворон, и кажется, что сначала видели вот тебя, потом видели уже твой бизнес. Мне кажется, что вот сейчас, как Маша правильно сказала, что все же результаты компании гораздо важнее, чем кто уже там стоит дальше. Саша, я пробыла какое-то время в твоем офисе, и у меня возникло очень много вопросов, первое из которых, пожалуй, относится к вот этой прекрасной вывеске. Это ты сама себя назвала? Вот все так думают. Я говорила, когда мы сделали эту вывеску, что все будут думать, что это я так сама. На самом деле это один из отзывов наших клиентов, который был оставлен в App Store. И потом в какой-то момент это все превратилось в шутку, то есть когда я приходила с какой-нибудь идеей, говорю, а давайте вот что-то там. Все стали отвечать, создатель фигмаста гений. Потом это стало стикером в Слеграме, и в общем-то в итоге превратилось вот в вывеску. Ну вообще, мне кажется, что этот офис очень много говорит, если не о тебе самой, то по крайней мере о вашей команде. Первое, что я отметила, причем это вот в каком-то на каждом маленьком углу, это единорогие. Я правильно понимаю, что это ваше стремление как стартапа стать единорогом? Конечно. Так, а как ты думаешь, когда это случится? Ну, хочется верить, что, смотря единорогом, конечно, в какой валюте, у нас тут есть важная маленькая деталь, но хочется думать, что мы дойдем до обоих вариантов. Есть все шансы стать большой, классной компанией, которой я вообще не вижу никаких причин, почему мы не можем оказаться на IPO через 3-4-5 лет. И мне кажется, что все больше рынков все же дозревают сейчас, находятся вот в этих стадиях. Даже если взять те компании, с которыми выйдет этот выпуск, то все примерно идут к этому пути. И поэтому, я думаю, что там нас ждет бум IPO, бум единорогов в горизонте нескольких лет. Я, в общем, в этом плане оптимиста вообще. А на сколько последний год ты приблизил и отдалил тебя от этой цели? Он, конечно, приблизил, он приблизил гораздо, наверное, меньше в плане финансовом, чем мы ожидали. Но, с другой стороны, мы открыли для себя новые ниши, возможности. И в долгосрочной перспективе я на самом деле надеюсь, что мы еще как-то сможем реально выиграть от ковида. Например, стали активно заниматься онлайн направлением и очень активно заниматься корпоративным направлением. То есть, у нас еще почти год назад, чуть больше, до пандемии у нас вообще не было корпоративного отдела. Сейчас у нас больше 100 компаний, которые тренируются с нами онлайн, оффлайн и так, и так. И мы видим, что на самом деле сотрудники компании стали больше уделять внимание оздоровлению своих сотрудников. И это для нас, конечно, безусловно, классный плюс. мне по вашему офису кажется, что у вас есть вот такая культура стартапа такого модно-молодежного. Например, я сразу обратила внимание, что у вас есть разделение мусора. Это тоже какое-то отражение ваших общих ценностей. У нас много разных таких штучек. Там есть, например, sharing box. Это такая штука, к которой можно привезти что-то ненужное, выкинуть туда, и кто-то может забрать это. То есть, мы стараемся все же, чтобы было как-то больше какой-то такой экологичный подтекст. Дальше мы стараемся использовать одноразовые посуды. У нас там всех кружечки с наклеечками, многоразовые столовые приборы. В целом это, наверное, такая часть того, что мы делаем. Но, конечно, еще из особенностей у нас полностью не курящая команда. А если человек курит, вы его не берете на работу? Я не могу ответить легально. Я не могу. Я бы сказала, что на самом деле не было такого ни разу, чтобы человек курил, и мы его за это не взяли. Но в то же самое время получается так, что люди, которые подходят нам, которых мы берем на работу, у них все же уже мы смотрим в том числе по ценностям, и, конечно, им не чуждо то, чем мы занимаемся. Но мне кажется, что в стартапе важно, чтобы в начале были те люди, которые, по сути, выстраивают фундамент, чтобы им было, ну, если не близко, как минимум, не чуждо то, что мы делаем. Поэтому, конечно, у нас все тренируются практически. Вот. То есть даже, мне кажется, там такая редкость, как IT-отдел. То есть у нас реально развлечки ходят с нами, тренируются, занимаются спортом. Это тяжело найти, но однозначно того стоит. Просто я как раз в одном из твоих интервью читала, что ты говоришь, что это в первую очередь IT-стартап, чем про фитнес. Мы IT-стартап, но в сфере здорового образа жизни. То есть, наверное, есть какая-то часть вот техническая, конечно, мы IT-компания, и мы работаем как IT-компания, и нас сложно отнести к фитнесу, например. У меня, понятно, что мы не подходим под льготы, даже кипят какие, потому что, объективно, мы не фитнес-компания. Но в то же самое время, конечно, мы компания в сфере здорового образа жизни, и какие-то там ценности, которые здесь закладываются, они, наверное, как-то миксуются между IT-и и well-being-ом, wellness-ом. Как от средств для спасения одежды, от грязи вы перешли к тому, что вы сейчас производите воду? Вообще, у нас очень сильно расширилась наша линейка, мы очень быстро поняли, что мы не хотим быть компанией одного продукта, и мы себя позиционируем не как, не знаю, производителем косметических средств, или производителем пищевых напитков, каких-то закусок, снеков, а как химических инженеров. это все химия, и все можно собственно собрать. Я знаю, что такая точка с одной стороны кризиса, а с другой стороны невероятного вашего роста была как раз связана с пандемией. Расскажи, пожалуйста, в каком состоянии хайдробка компания пришла к тому моменту, когда началась пандемия. Еще до пандемии к нам пришел наш друг Никита Реплянский, художник, с запросом, очень простым. Он говорит, ребята, я делаю маски для лица, декоративные, красивые, на 3D-принтере их печатаю, продаю их в основном на азиатский рынок, но мне неинтересно делать просто декоративные маски, хочу, чтобы они выполняли какую-то функцию. И либо это защита от смога, от пыли, либо от запахов. И буквально через несколько месяцев, когда у нас уже была вся экспертиза по всем фильтрующим материалам, наступила пандемия. Как только стали известны размеры частиц коронавируса, мы поняли, что мы можем использовать для того, чтобы сделать эффективные фильтрующие маски. Так, ну дальше началась самая интересная история. Что происходило? Я знаю, что там были сложности с тем, что запрещали распространять маски. Мы за этот год столкнулись с таким количеством проблем, с которым, наверное, до этого за все годы существования компании не сталкивались. от обмана и воровства на производстве до государственных запретов на экспорт, до запретов на рекламу. В Фейсбуке нельзя до сих пор рекламировать маски. У нас до сих пор сблокированы рекламные аккаунты из-за того, что мы просто один раз попробовали рекламировать маску. Мы работали 24 просто часа в сутки. Мне кажется, это время мы будем вспоминать, наверное, несколько лет. мы командой небольшой, 20 человек обеспечивали оборонно-промышленные предприятия, Минздравы различных регионов, поликлиники, просто бизнес. Чтобы больше полутора миллионов единиц продукции выпустить за такое короткое время, нам пришлось, конечно, предложить невероятные усилия. Почему именно вам доверились и почему именно у вас случился такой скачок? Единственным ресурсом ценным в современном мире я считаю репутацию. И эту репутацию мы ни разу не запятнали. На протяжении нашей компании мы основали в 2013 году уже больше 7 лет. Все, что мы выпускаем, все, что выпускает гидробчик, хайдроб, это качество. Если бы мы выпускали маски без фильтров, мы бы, наверное, заработали раз 10 больше за это время. Вот мы сейчас все наблюдаем за тем, как наши соотечественники реагируют на вакцинацию. Как ты знаешь, реагируют плохо, всего 10% вакцинированных. И это индикатор в том числе доверия к тому, как в России развивается наука и технология на самом деле, не только к власти, но и в целом. Что ты бы могла, исходя из твоего опыта общения с большим количеством ученых-технологов за эти годы работы, ответить на такое волнение и такое недоверие? Ты доверяешь российской сегодня науке и технологии? Конечно, да. И если бы не доверял, мы бы не делали бизнес в этой сфере. Наши ученые не всегда могут правильно преподнести, вообще иногда не могут просто преподнести то, что они делают. И еще очень часто, что наши ученые не доводят такого-то конечного продукта. Могут заниматься разработками годами и не могут понять, что нужно рынку, не могут сделать то, что сейчас необходимо. За рубежом делают специальные мероприятия, где соединяют ученых и выпускников бизнес-школ. Я искренне считаю, что технологическое предпринимательство это единственный вид предпринимательства, который конкурентоспособен на международном рынке. А для тебя важен выход на международный рынок? То есть ты мечтаешь об условной долине? О долине нет, но о международном рынке да. Во-первых, для того, чтобы просто самим себе ответить на вопрос, действительно ли мы будем успешны там или нет. У нас есть представительство во Франции, и мы видим, что во Франции рынок реагирует даже лучше, чем у нас в России. Самим себе доказать, что мы действительно можем, и для устойчивости бизнеса, потому что мы хотим получать выручку в различных валютах. А насколько за те годы, что вы делаете компанию, изменился сам ваш клиент, да, и насколько ваш продукт, например, сегодня может быть массовым? Насколько вы росли именно в широту? наша аудитория это такой средний класс, который вот уже немножко заботится о себе. За годы жизни нашей компании наша аудитория помолодела, потому что раньше все-таки это были люди там 35 и там 35-45, вот сейчас это уже начинает 20, и сейчас мы все-таки стали выпускать чуть-чуть более доступные продукты, чуть-чуть более массовые, вот водичка стоит 200 рублей, все равно, конечно, дорого, но в принципе там разок попробовать и почувствовать себя причастным к здоровому образу жизни и позаботиться немножко о себе может даже студент. Как ты думаешь, наступит ли какой-то момент, когда такие вещи станут более доступными и более массовыми в России? Они с каждым годом становятся более доступными, но все равно это очень дорого, очень дорого. Банка Кока-Колы стоит 60 рублей, наша баночка воды стоит 200 рублей, и это не из-за того, что мы на этом прям очень много зарабатываем. Маржа с баночки от 15 рублей до 25 в лучшем случае мы зарабатываем, то есть, чтобы продать 10 тысяч банок, мы на них заработаем условно 100 тысяч рублей. И вот если ты пытаешься делать какой-то полезный продукт, он просто в производстве тебе моментально делает твою бизнес-модель нерентабельной. когда-нибудь, когда-нибудь это станет более доступно, но не сейчас. Маша, мы когда зашли сюда, я вспомнила свой самый страшный ужас как организатора мероприятия и лектора. Я увидела пустой зал. Когда у тебя прошел в твоей работе ужас от пустого зала и возможности того, что к тебе придет мало людей на лекции? Да, это всегда есть. Нам 6 лет, но мы до сих пор иногда делаем лекции, на которые у нас не получается собрать полный зал. И каждый раз это все равно все тот же самый ужас. Это невозможно, мне кажется, перебороть. Тебе нужно, чтобы зал был целиком. Мои самые любимые лекции это когда вот в этом зале люди сидят на подоконниках, мы здесь стелим еще какие-то пуфики, они лежат в проходе и это прям, ну, сейчас с ковидом это вообще невозможно. Но до ковида было хорошо. Расскажи, пожалуйста, как вы пережили последнее время? Во-первых, хорошо и вы стартанули и одни из немногих выжили, но понятно, что прошло время и на длинной дистанции. Вот расскажи, как вы переживаете это на длинной дистанции? Ну, у нас по-прежнему все хорошо. В целом мы и до ковида еще там с 18-19 года начали развивать онлайн направление в синхронизации и еще до ковида оно уже стало как бы фокусным в синхронизации. Просто пришлось резко перестраивать какие-то процессы, но скорее это даже был такой пиар-компания для всего нашего онлайна. Мы очень скучаем по оффлайну. Вот весь год этот зал стоял абсолютно пустой. Это было больно, и морально, и материально. Но мы не хотели вообще никак от него отказываться. и сейчас постепенно возвращаем оффлайн события, но в таком очень супер маленьком масштабе. То есть только сейчас? До ковида мы делали 200 мероприятий каждый месяц, а сейчас делаем 25. То есть это все равно не тот бизнес сейчас в оффлайне, по крайней мере. Когда мы готовились к интервью, я ходила по этому залу и думала о том, что вот для меня смысл мероприятий, которые я устраивала или сейчас даже устраиваю Forbes Woman Club, на котором ты была, это возможность почувствовать себя на один вечер такой Анна Павловна Шеррер. Я собираю лучшие умы этого города в одном месте. И вот эта вся история про вечер с образованием, для тебя это вообще было какой-то мотивацией быть такой хозяйкой салона? Ой, да безусловно. Но было еще другое. Когда я уходила из работы, ну как бы такой корпоративной в свой бизнес, одна из мотиваций была поиск вот этого видимого результата от твоей деятельности, когда ты можешь его прямо здесь сейчас пощупать. И в этом плане организация мероприятий это очень благодарная работа, потому что у тебя вот прямо сейчас здесь сидит, не знаю, 30 или 80, или 120 человек, и вот они выходят из зала и говорят, как им понравилось, как было круто, спасибо за вечер, где же вы нашли такого в лектор, и ты такой, ну да, продолжайте, еще. Это очень круто. Бум на дополнительное образование для взрослых, в волне которого и ваш успех тоже случился, он во многом связан с тем, что удовлетворив какие-то базовые потребности в еде и безопасности, люди стали заниматься саморазвитием. А кажется, что мы сейчас и экономически, и социально снова вернулись к удовлетворению, вернее, к страху из-за базовых своих каких-то потребностей. Как это повлияло на спрос, на поведение людей? Я думаю, что отдых и досуг это тоже какая-то базовая потребность, но при этом люди там стали бояться ходить в кинотеатры, например, или они стали меньше путешествовать в другие страны по понятным причинам. При этом у них все равно есть их свободное время, там финансы какие-то, ну что-то, и происходит даже такой эффект замещения, и во многом мы чувствуем, наоборот, приток к нам людей. Мы растем, и мы продолжаем расти там x2 год от года, и поэтому сложно, когда у тебя в целом все равно кажется, что рынок хобби образования, он растущий, и кажется, что тренд на какое-то там более смыслное потребление, он перекрывает все остальные. Мне кажется, что проблема, с которой сталкивается любой человек, который хочет пригласить какого-либо эксперта в России, особенно в гуманитарных науках, сталкивается с проблемой авторитета. есть там 15 человек, про которых все знают, что они ок, и то они ок только для людей, которые придерживаются определенных взглядов, а для других они уже не ок. Как ты с этим работаешь, исправляешься, и насколько для тебя, например, важно растить собственных звезд, или ты берешь уже каких-то внешних состоявшихся? Ну, это вообще изначально была ключевая идея синхронизации, в том, что мы не брали звезд. Все-таки, когда ты берешь звезду, ты точно классно проведешь вечер и так далее, но влиять на его контент очень тяжело. А здесь нам интересно, я даже в этом вижу, ну, какую-то, не знаю, такую, мы говорим, что с Хангстаном все-таки импакт бизнес, и я верю в этом какое-то наше социальное предназначение, мы находим звезд, и это могут быть там ребята, которые преподают в школе, могут быть экскурсоводы в музеях, могут быть научные сотрудники, могут быть вообще предприниматели, но при этом это люди, которые своей областью знаний горят, вот прям, горят-горят, да, они очень хорошо, про это много знают, они харизматичные, и они хотят от нас, об нас учиться, потому что многие наши лекторы говорят, что мы там за год-два, как они с нами сотрудничают, поменяли их вообще формат чтения лекций, проработки материала, потому что мы вместе структурируем и весь контент создаем совместно. Я читала, что ты планируешь выйти на англоязычный рынок. Да. Расскажи, чем устройство подобных организаций, компаний за границей, в Америке, например, отличается от того, как это работает в России? Мы не можем понять, что мы делаем не так, но мы не можем найти проект аналогичной синхронизации. То есть, есть истории вроде там Курсеры, да, там очень, ну, с Курсерой тебе нужно очень хотеть узнать что-то новое сейчас, потому что тебе не облегчают этот путь, скажем так, да. Есть история мастер-класса прекрасного, но там для нас в другую крайность, потому что когда ты посмотришь, как Дэвид Линч рассказывает о кино в мастер-классе, ты узнаешь взгляд Дэвида Линча на кино, да, ты для себя не подчеркнешь каких-то фонтальных знаний, которые изменят твой фокус. А зачем тебе вообще это нужно? Ну, во-первых, это игра, в которую суперинтересно играть, и нужно, чтобы ты проходил на новые уровни, чтобы тебе было по-прежнему интересно, какое-то, это заложено в генетике у нас, желание движения вперед и перемен. У меня драйвит какая-то неизвестность и приключения. Второй блок в том, что я искренне верю в то, что мы делаем, и мне вообще очень интересно и хочется заниматься образованием в любых каких-то его формах, потому что я считаю, что это приоритетное, одно из приоритетных направлений, как бы, в котором ты можешь что-то привносить хорошее в мир, в общем, и для меня это важно. Я знаю, что вы все это время обходились без инвесторов, но кажется, что если вы собираетесь настолько масштабироваться, то вам будут нужны инвесторы. У тебя есть планы изменить свою концепцию? Но мы в процессе рассуждения по этому поводу. Можно было привлечь инвестиции, синхронизацию и три года назад, и два года назад, но и я, и команда, мы были слишком юны в этот момент. Все-таки я в 2021 году и я в 2017 хочется верить сильно два разных человека. Если бы такой поступательный рост синхронизации постепенный, когда ты все-таки там, ну, как бы, у тебя команда из 15 человек становится 30-ю, it's ok, ты можешь успеть перестроиться. Когда ты берешь инвестиции, тебе из 15 нужно сделать, не знаю, там 100, я не уверена, что я бы справилась раньше. Я хотела вас спросить, что вам, ну, вот так прикладно помогает каждый день, во-первых, чувствовать себя более уверенными, авторитетными, во-вторых, перед своими сотрудниками, и в-третьих, вообще, вот, позиционировать себя как крутую женщину-предпринимательницу. Я должна, как крутая женщина-предпринимательница показать сейчас, мне кажется, мой сегодняшний секретик. И первые года, когда я начинала работать, я ходила все время в пиджаках. У меня прям есть коллекция костюмов, потом начали робко появляться там такой термоядерно-зеленый костюм. Это все еще костюм, но он такого зеленого-зеленого цвета. Я поняла, у меня бывают какие-то вот внутренние такие сомнения в себе, еще что-то, и я не нашла никакого лучшего способа, чем эту историю каким-то образом транслировать и разговаривать с людьми просто. У нас в синхронизации классная корп-культура, есть такая, ну, прям традиция, которая же и без меня существует, обратной связи. Я могу сказать, а какой я руководитель? А скажи мне, над чем мне нужно еще поработать? Тебе, все ли тебя устраивает или нет? Круто, если человек говорит, что его что-то не устраивает, того, что это, ну, то над чем ты можешь, правда, поработать, то есть это прям классно, но зачастую, наоборот, ты слышишь про себя много каких-то очень хороших вещей, которые ты сам про себя даже не думаешь, вот, и это то, что тебе точно дает уверенность какую-то. Что помогает тебе, Мария? Все приходит с опытом, так скажу, и вначале я очень хотела выглядеть старше, у меня вьющиеся волосы, и я их всегда выпрямляла, причем вот так вот прямо, чтобы вот, ну, как мне казалось, что это придает более серьезность, вот мне сейчас, я уже могу ходить с любой прической, тогда, когда мне хочется, могу на каблуках, могу в кроссовках, чаще выбираю кроссовки, и мне помогает чувствовать себя уверенно, ну, наверное, один простой принцип, не работать с мудаками. я могу сейчас себе позволить уйти со встречи, если я вижу, что мы не совпадаем с этими людьми по ценностям, это могут быть и женщины, и мужчины, неважно кто, и своим сотрудникам запрещаю, и когда какие-то приходят партнеры, и вот у меня у сотрудников есть сомнения, я говорю, ну, хорошо, недополучим мы какую-то прибыль, ну, давайте не будем рисковать и заставлять себя переступать через себя, и это мне помогает чувствовать себя увереннее. Ну, у меня тоже вначале я прям была такой взяла, ну, поскольку ты не знаешь, как быть руководителем, я почему-то решила, что вот надо быть такой, действовать с позиции силы, то есть вот такой прям включила режим солдат Джейн, только, и если мы говорим про внешний вид, это только строгие костюмы, тоже выпрямление волос, вот, чтобы быть, показаться максимально взрослой, серьезной, на всех интервью, я смотрю свои ранние интервью, просто реально меня просили, говорят, что, ну, улыбнитесь, расслабьтесь, а я просто такая вот, показать, что я вот прям железная, и в какой-то момент меня просто наконец-то отпустило, и я поняла, что вот я хочу транслировать, там, тут у меня сегодня веселенькое настроение, я сегодня оденусь веселенько, вот сегодня у меня такое настроение, я как бы перестала бояться показывать себя, я поняла, что я могу быть девочкой, и при этом мне не нужно выстраивать, показывать все мои такие мускулы какие-то искусственные, а можно просто быть собой, и не бояться показывать эмоции, не бояться транслировать свою личность, в том числе свою женственность. доброта и доброжелательность мне казалось, что воспринимается как слабость. Сейчас я не хочу общаться просто с теми людьми, которые так воспринимают доброжелательность и какой-то позитивный настой. Я хожу по офису в огромных таких тапках в виде единорогов. Что ты можешь сказать такой девушке, которая сейчас находится на таком же перепуте, на котором молоды, как не бояться, как помочь себе рискнуть? Наверное, две вещи я могу сказать. Нужно с одной стороны все равно рационально поговорить с собой, а что если нет? И меня в какой-то момент, как раз, когда я ушла вот на те полгода, я вернулась в Москву и я поняла, что в целом я могу сейчас вернуться в индустрию и продолжить работать. Ничего страшного, со мной не случится, не конец жизни. Сделать себе какую-то подушку финансовую или не очень большую. Может быть, можно что-то аккуратно стартовать, совмещая со своей работой. Не обязательно, я не хочу ни в коем случае призывать, это не простой путь вот так вот просто все прямо сейчас резко бросать, начинать что-то делать, потестировать гипотезы, сделать маленький продукт, почитать какие-то книжечки, когда ты делаешь, тебе рассказывают, что нужно сделать что-то маленькое и сразу попробовать это продать и понять, вообще-то людям нужно или нет. это первое, ну как бы постелить немножко соломки, а второе, ну просто, я не знаю, закрыть глаза и сделать, тут нет какого-то большого секрета. Но это, ну как бы не просто, я вот буквально сейчас в перерыве рассказывала тебе, что как вчера я попыталась написать свой список дел на день, чтобы как-то унять панику того, что я ничего не успеваю и села в уголочке и заплакала, потому что их много. То есть это, ну к этому тоже нужно быть как-то готовой. Нужно понимать, что это не простой путь, нужно будет много работать и нужно действительно выбирать какую-то сферу, которая нравится тебе и заряжает. Потому что если бы я так не любила то, что мы делаем, ну я бы уже давно не смогла. Если бы это было ради денег, я бы уже давно не смогла. Что тебе помогает вот все это делать? Что тебе помогает по жизни? Ну сейчас, вот сейчас у меня точно есть очень большое чувство ответственности перед моей командой и перед лекторами. Иногда, когда мне хочется подприуныть, я думаю, что Маша, у тебя там сейчас уже 60, даже уже больше, наверное, сотрудников, 75 спикеров, и нужно, чтобы у них все было хорошо и это тебя, в общем, толкает. точно двигаться дальше. А так, помогает спорт точно, помогает серфинг. Когда ходишь в океан, для меня это точка максимальной концентрации. У тебя нет возможности думать ни о чем другом. Ты не можешь думать о работе, ты думаешь только о том, что вот ты сейчас на этой доске, вот тут идет волна и ты выходишь из океана, из океана в общем-то очищенном сознании, такой очень обновленный. Это то, что моя какую-то внутреннюю тревогу убирает сильно. Я бегаю, вот когда-то я пробежала даже марафон, а сейчас я начала походить плавать в бассейн с тренером и познала, что такое кроль и что такое браз. Это веселье страшное. Учиться новому вообще всегда там супер здорово, какие-то пробовать там новые штуки. мы называем наш офис офисом кабриолетом. Кабриолетом, да, кстати. Летом это прекрасное место для того, чтобы приглашать всех гостей. Зимой это прекрасное место, чтобы лепить снежную женщину, потому что мы исключительно, мы не лепим снеговиков, мы лепим снежную бабу, которая стоит посередине нашей террасы. Насколько для тебя вообще важно, что ты всего добилась сама? Является ли это таким стейплом в твоей жизни? Знаешь, я просто другой жизни и не знала. Я очень рано начала работать и вот прям на сто процентов я никогда не зависела ни от родителей, ни от мужей. Ну, от родителей на том самом детстве и там сейчас я являюсь тем человеком, который поддерживает родителей. У меня родители на пенсии и на эту пенсию невозможно прожить. И маму, и папу поддерживаю я. И у меня есть подруги, которые ни одного дня в своей жизни не работали и рожают детей. И я искренне задаю вопрос и говорю, блин, ну как же так? Говорю, не дай бог, что-то с мужем случится. Ну как ты будешь-то жить дальше без профессии, без какого-то подушки безопасности. Она говорит, ну если не муж, то папа поможет. Я говорю, а если папа не поможет? Она говорит, ну еще кто-нибудь. Я, конечно, так безответственно не могу относиться к своей жизни. Мне кажется, что одна из важных частей публичной жизни Hydro это как раз ты и твой личный бренд. Да, ты стала зависима до той ситуации, что что бы ты ни делала, ты все равно представляешь свою компанию. И что бы ты, не знаю, не написала в фейсбуке, это все равно уже неотделимо от того бренда, который ты представляешь. Это правда. Это так и есть. Действительно, когда люди говорят про Hydro, имеется в виду Марина Русс. Я хочу, чтобы компания была более самостоятельна. Я уже по максимуму отхожу от операционного управления, но все равно я хочу оставаться лицом нашей компании, потому что мне гордо за то, что мы делаем. Ты приехала из Минска. Для тебя было важно не вернуться туда? Ну, то есть, была ли мотивация покорить Москву? Уезжала ли я за хорошей, за более хорошей жизнью? Точно. И в целом у меня тогда как раз одной из мотиваций, почему я захотела в Москву, было в том, что мне сказали, что здесь огромные возможности для создания бизнеса. И вот, наверное, это тогда для меня одиннадцатиклассницу сыграло решающий фактор, потому что я смотрела еще и на варианты каких-то европейских вузов, но вот в итоге выбрала быть здесь. А какие основания у тебя были для того, чтобы ты думала, что у тебя это получится? Ты, я не знаю, была отличницей, медалисткой? Какой ты была, чтобы это получалось? Во-первых, наверное, ну, я вот неплохо училась, хотя я не считаю, что это такой какой-то решающий фактор для того, чтобы делать бизнес. Вообще нет. Скорее, знаю, много двоечников вполне себе успешных. Но мне кажется, я больше делала ставку на свой характер. Я достаточно долго занималась текландом, у меня КМС, и у меня была такая вот, то есть, какая-то вот целеустремленность, такая, совместно с какой-то раз такой силой боли. Я вот, наверное, верила больше в свои какие-то вот такие качества, которые помогут достичь какого-то результата. Саша, для многих предпринимателей, с которыми разговаривает Forbes, те, которые начали совсем в юном возрасте, тем более, ты рассказывала, что это буквально там с 18 лет свой проект, а мотивацией являются деньги и желание не жить как родители, не жить как в детстве. Вот, что было твоей мотивацией, насколько для тебя деньги важны, составляющие всей этой истории? Деньги важны, составляющие, и, наверное, изначально была больше она. То есть, мне хотелось быть богатой и знаменитой, что называется. Но со временем, когда я там начинала вот первые работы, когда я там стала заниматься, уже это вообще поняла, что такое работа, я поняла, что вот вообще не могу тратить время на что-то, что мне неинтересно, и никакие деньги мне это не нужны. И пару раз такое вот было, что я там устраивалась на работу и просто избегала оттуда, потому что я понимала, что так провести всю жизнь нет. И после этого я работала только в тех компаниях, в которых я понимала, что я понимала ценности, они мне были близки. И дальше я просто транслировала это в бизнес, и поняла, что если делать бизнес, для меня суперважно, чтобы это было, чтобы для меня суперважно что-то создавать, создавать что-то, что там способствует прогрессу, создавать что-то, что там не создавал никто другой и вот просто идти по какому-то своему пути. Вот меня это очень мотивирует, какие-то челленджи, вызовы, возможность взять и что-то поменять достаточно так масштабно в рамках индустрии. Вот это стало, наверное, таким более сейчас важным фактором. Я, наверное, очень счастливый человек, потому что в своей работе я могу очень хорошо себя реализовывать. Я очень креативный человек, у меня очень много идей. Мы с командой генерируем новые продукты, и меня уже заряжают новые продукты, которые мы только-только выпустим в следующем году. И здесь мой бизнес это большая самореализация для меня. Я не знаю какой-то другой работы, где я могла бы настолько раскрыться хорошо, поэтому какого-то сильного разделения между личной жизнью и работой у меня нет. Вся моя жизнь это моя работа. Я очень счастливо живу. Я ни за что, ни на что бы это ничего не применяла. Это определенный уровень стресса, и ты сильно вовлечен, сложно переключаться. Но это все можно работать, а это все ничто в сравнении с той свободой, которая у тебя есть. Совсем по-другому ощущаешь жизнь, и ты видишь ее по-другому. Когда ты пять лет развиваешь свой проект, ты начинаешь везде вдруг видеть какие-то возможности еще других проектов, новых идей, и какая-то линза меняется от твоего восприятия действительности. Это очень круто, не нужно этого бояться. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова